ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Синонимом слова, по сути, менеджмент, но это вроде как управление одной группой людей, остальной группой для достижения каких-то общих целей. Такое вот довольно простое. Исходя из этого, мы переходим к логичной мысли о том, что власть конкурентна, властью хотят завладеть, и как происходит конкурентная байба. То, что мы сейчас называем выборы, проходило во всех исторических эпохах, так или иначе, это байба. И байба проходила под разными лозунгами, если можно так сказать. То есть, что мог предложить свой кандидат в первобытном обществе? Он мог предложить способность обеспечить выживаемость в группе, ее процветание. Ну, просто это процветание, это то, что, мне кажется, больше всего напоминает именно о первобытном обществе. Сейчас все-таки выживаемость и жизнедеятельность, жизнеобеспечение. Такой проблемы у вас не стоит. Сейчас больше в ходу, конечно, другие кайты и отборы. Это может быть какое-нибудь денежное влияние, именно в смысле возможности подъявить на экономику. Здесь имеется в виду грубая сила, в смысле имения в распоряжении какой-нибудь армии или чего-нибудь в этом духе. Здесь имеется в виду именно денежный аспект. Мне кажется, он довольно неплохо отражается в имущественных цензах, которые ставятся на пути к политической власти и всему подобному. Сила, вот этот аспект был особенно популярен в Средние века. На портрете мы видим кондотьера Франческо Сфорци, наемник. И кондотьеры это такой класс, как я уже говорила, наемников, которые, присоединяясь к тому или иному герцогу, к тому или иному герцогству, обеспечивали его победу и были его такой поддержкой. Но любопытный факт, что очень часто происходила следующая ситуация, этот кондотьер просто свергал этого герцога, вставал на его место по той простой причине, что он сильнее и он может это сделать. И, оспаивая власть такого человека, ты должен был оспаивать его силу, в первую очередь. Эта милая стоковая картинка с Дуберманом, с надписью «Традиции», отсылает нас к тому, на что чаще всего ссылается монархия, так или иначе. Это преемственность, это, скажем так, заслуга, потому что заслуга, выслуга лет. Это опирание на предыдущие эпохи, на предыдущие правления, то, что народословную свою в очень большой степени. И авторитет, последнее, о чем я хотела поговорить, это такая теория нисходящей власти, данная кем-то. Такая теория небесного мандата, которая была на Востоке распространена, то есть это некая кача, которая выделяется небом, полномочия править. И, соответственно, оспаивая власть такого кандидата, вы оспаивали, по сути, решение высшестоящих инстанций, поэтому такая власть одна из самых прочных. Почему я вообще начала обо всем этом говорить? Потому что мы говорим именно об образе власти и, соответственно, об архитектуре как о части этого образа, который его формирует. Всех этих фэнтезийных кандидатов, которых мы представляем себе в той или иной роли, перед ними должна стоять задача показать свое достоинство перед остальными, свое превосходство, используя те или иные способы, те или иные приемы. Касательно, мог хотеть разные вещи, но мы их уже, на самом деле, обсудили вполне неплохо, и посмотрим, как это происходило с точки зрения архитектуры на протяжении веков, потому что во многом это еще такой процесс эволюционный и во многом закономерный. Пройдемся немножко по эпохам, буквально несколько примеров от каждого. Древний, точнее, первобытный мир я уже опущу. Начнем с Древнего мира, и первое, о чем удобно, можно и очень показательно говорить, это римский мир, республиканский и имперский, как противоположные друг к другу. Начнем немножко с другостроительства, потому что общественное и государственное здание, вообще власть, она отражается не только в общественных зданиях, муниципалитетах и тому подобного, что мы можем себе в нынешней ситуации представить, но и в образе города в целом. Перед вами городостроительные разработки римских теоретиков, получившие свое воплощение в плане города Ости. Их городостроительные приемы базируются во многом на принципах построения римского лагия военного, с его четкой разбивкой перпендикулярной на кварталы, в смысле города на кварталы, и две основные оси, ведущие с севера, одна из них с севера на юг, вторая с востока на запад. Их могло быть в больших городах несколько штук, это не ограничивалось, все зависело от того, насколько город большой. Переходим к столице римского государства, это Аим. Нас будет интересовать в основном вот эта область, это старый, можно так сказать, старый город, после того, про что мы вообще говорим. И форум. Форум – это торговая площадь, это ядро города, на нем город завязан, от него исходили главные магистрали, на нем располагались самые важные с точки зрения жизни города памятники, и там же находилось самое большое количество людей, то есть эти памятники еще и были очень хорошо обеспечены зрителями, которые на них смотрят. На форуме находилось много вещей, по большей части храмы, находились также какие-нибудь жилые дома под сдачу наемников, с какими-нибудь лавочками близлежащими, мог находиться суд, вот здесь он находится. Множество разных вещей нас будет в особенности интересовать вот это место комиссий и вот эта область, где находился Аимский архив. Комиссии – это такие площади, небольшие для народных собраний, где располагались, которая была отделена такой небольшой колоннадой от основного форума, чтобы обеспечить некоторую приватность, и там располагались еще кои. Куэ – это такое здание, довольно простое на самом деле, потому что имеет чисто утилитарные свойства, где проводились собрания, где выступали ораторы, где их имел возможность послушать народ. Самые древние вообще относятся к царскому времени, то есть это самый ранний период древнего има. Однако нас будет интересовать Куэ Гастилия – это 80-й год, и уже как вторая, основная часть этого имского форума, о которой я раньше говорила, это архив, то есть Буай. Как мы видим, ранняя архитектура имская, она во многом еще очень сильно опирается на итрухскую традицию, это еще более древняя, то есть, ну, как предшественники имского народа в целом, в культурном смысле, еще один источник их вдохновения на еду с Гаэцией, ну, это уже об этом позднее, сейчас об этом еще рано. Здесь влияние трусков очень сильно, здание, как мы видим, из небольшого камня, то есть это не гигантские глыбы, оно довольно сильно похоже на кирпич или на что-то в этом духе. Небольшой портик, простые линии, очертания, форма крайне упрощена, и у них есть такой внутренний двоик, небольшой, у этого здания он тоже есть, он не очень виден, можно только по очистаниям крыши предположить, что там есть такой внутренний колодец. Найду вот с такими зданиями, еще были базилики, очень популярные. Базилика это продолговатое здание, ну, как бы прямоугольное в своей форме, изначальной, и хотя мы обычно так базиликами базиликами называемые христианские храмы, особенно католические. Базилика не обязательно имеет какой-то религиозный подтекст, в Древнем имя это было место, где проводились, где совершались сделки, где проводились судебные дела, где выступали также ораторы. И буквально на секунду перелесну, чтобы вам показать один момент. Вот, к примеру, план базилики, ну, вот, например, несколько типичных планов базилики, и мы видим, что у них внутри располагается много колонн. Таких рядов колонн могло быть несколько, вплоть до трех, то есть сплошное прям построение. И вот это вот пространство между колоннами могло отделяться такими вот навесочками небольшими, ширмами. Получался такой небольшой кабинет с довольно плохой звукоизоляцией, но вполне удобный для того, чтобы там проводить какое-то дело. Очень мобильное такое пространство, удобное для своих целей. И вообще вот в республиканский период архитектура крайне простая, не с конструктивной с точки зрения, а именно с декоративной. Конструкции могли быть самые разные, довольно сложные, поэтому они не особо много внимания уделяли роскошности вот этому элементу какой-то показной дороговизны или чего-то в этом духе. Все довольно лаконично, просто и удобно для использования. И при этом считается, что общественные и вообще городские здания, это здание, на которое тратилось наибольшее количество денег, то есть какие-нибудь живые постройки выглядели еще более просто и незмысловато. Храм Портуна сюда ставил. Объяснил, почему это образ власти. Дело в том, что храмы во имя, как и в Греции, исполняли довольно прозаичную роль казны. В смысле, хранилище казны. И храм Портуна, прекрасный тому пример, располагается на бычьем форуме. Еще одна очень важная торговая площадь Рима, бывший порт, где торговали как раз с котом, поэтому и бычий. И вот такой вот небольшой храмик, довольно компактный, опять же, с простыми линиями, но очень элегантный, такой изящный. Замечательное место хранилища государственной, ну, не государственная, а муниципальной казны. Римский форум, о, Рим вообще богат форумами, видим, гигантское количество, это мы уже переходим на имперский период, там их становится просто тьма. Они располагаются очень близко друг к другу, из-за чего их приходится постепенно относить такой заградительной стеной, которая бы защищала кварталы от возгораний, каких-то, которые могли на рынках возникать. И форум оформляется. Каждый из них становится таким замкнутым ансамблем. К сожалению, этот форум, это модель форума Трояна, вот он располагается вот здесь. Составляющие довольно простые, это храм, открытое пространство площади, может быть, даже несколько храмов, как здесь, несколько мемоиалов, колонн Трояна и иконный памятник. Ну, все из этого оформляло образ города и таких вот общественных мест, которые начинали постепенно, довольно явно и довольно настойчиво уже говорить о том, что государство хотело выразить, как государство хотело себя показать перед своими жителями, каким оно хотело для них выглядеть и так далее. Внизу, чисто для такого справочного мутиала, привожу план города Августа-Пайтоя. Это пример городостроения уже имского. Как мы видели ранее, Рим имеет крайне хариотичную настройку, но это обуславливается его историческим наследием. Вообще, Римская империя это вот такого типа городостроения. Оно френдикулярно не только в структуре город, то есть сетке улиц, но еще и как бы очертания города должны были быть строго игламентированы. Так, длина была в два раза больше шейны, и такое соотношение, как правило, сохранялось. То есть как бы государство и архитектура постепенно начинали вырабатывать свои традиции, точнее даже можно сказать свои правила игры, которые потом уже довольно легко считывались людьми, которые на них смотрят. Те же самые базилики, но уже в римский период. Мы видим, как они начинают изменяться. Здесь я показала разрез базилики Константина и его план. Это такая примерная конструкция. Нам не стоит больших надежд, конечно, не вылагать, но довольно иллюстративная. Римский форум, о котором мы говорили, вы видите, насколько он богат памятниками. Если мы посмотрим на их список, поймем, что действительно там больше всего находилось храмов. И он застроен 50 на 50, именно имский форум, застроен 50 на 50 памятниками и из республиканского, и из имперского периода. На самом деле там намешана куча разных памятников и стилей, поэтому говорить о каком-то едином ансамбле именно этого форума довольно сложно. Но поэтому мы видим, что Куи, вот она под номером 8, тут находится, сохраняет свои очень лаконичные формы. Это уже имперского военникуя. Довольно все просто. Большое внимание зато относится, отводится вот таким вот монументам. Это такая архитектура, стироскульптура. Ну, в зависимости от памятника, можно отнести туда или туда. Тимфальные арки большое распространение имеют, эти монументальные колонны и такого рода монументы, мемориалы и тому подобное, которые показывали доблести Римской империи. Ну, как бы, это важно, что мы сейчас будем именно про центр этой империи, потому что, как бы, на окраинах провинции ситуация строилась немножко по-другому. Там уже было важнее показать хилу Римской империи, ее там мощь, ее стабильность. В центре большее значение имело именно, как бы, результат, успешность, победы, завоевания. Все в подобном духе, насколько мы, как мы бы и знаем, военная тематика во имя никогда не угасала, имперского периода особенно. Да, это, пожалуй, все, что я хотела сказать. Ну, да, про Вазилику я уже довольно наглядно, надеюсь, рассказала. Следующий период восстановится в мировой историей эпохи Средневековья, в которую мир входит через эпоху варварских королевств. И эти королевства, история архитектуры этих королевств это такой лаконичный переход, довольно быстрый, в некоторых местах, на самом деле, очень резкий, переход от античного наследия к выработке каких-то собственных традиций. Мы до этого с вами видели совершенно прекрасную базилику Константина, которая имеет довольно сложную структуру, в которой есть, да, вот эти вот арочные ниши с арочными сводами. При этом ситуация в эпоху варварских королевств максимально упрощается. Дело в том, что каменное строительство, такое, какое было доступно древней Греции, древнему ему, условно называемых варварскими королевствами, средневековым мастерам, европейским, к сожалению, было не под силу. Цилиндрический свод они освоили довольно поздно. Большинство из этих сводов были ложные, то есть кладка состояла не из вертикально положенных камней, постепенно сдвигающихся горизонтали, смещающихся, а из обычной, самой обычной горизонтальной кладки, которая просто постепенно создавала иллюзию такого как бы арочного свода. На самом деле он конструктивно сам себя не несет. Арочный свод, асферический свод хорош тем, что после того, как убираются подпорки, он будет держать сам себя. Ему не нужны какие-то дополнительные системы переноса веса. Варварские же королевства ограничивались тем, что они, как правило, вырезали какой-нибудь, точнее, строили кубической формы, к примеру, здания, просто к примеру, но на самом деле не такое, просто было понятно, о чем я говорю. Внутри могло казаться, что это круг. То есть делались четыре стены каменные, внутри вырезалось круглое пространство, было впечатление, что оно как бы на самом деле сложно построено, поэтому на самом деле упору шли на вот эти треугольные массивные, монолитные каменные узлы по углам. Ну, ради любопытства советую посмотреть архитектуру этого периода. Это довольно забавный такой пример истории архитектуры, потому что они очень старались во многих ситуациях повторить архитектурные шедевры античности, но при этом там у них могла быть, например, такая ситуация, когда бралась какая-нибудь колонна, было такое распространенное явление, как споли. это какие-то части разрушенных античных храмов, которые потом встраивались в новые. Разрушился античный храм, они могли взять оттуда колонну, перевести и ставить ее в новый. Поэтому колонны могли быть разного размера, разного материала, не подходящие совершенно, даже конструктивно, они там не несут никакой тяжести. То есть, вот такая вот разбивочная проба пера, она продолжалась некоторое время, вот в эпоху Карла Великого, чью императорскую резиденцию и дворцовую капеллу мы сейчас видим, ситуация была немножко другая, он как бы был на стыке вот этих двух традиций, и он во многом старался подражать античной. Он собирал античную скульптуру, у него была гигантская, ну, по тем меркам, гигантская коллекция вообще античного искусства, что для постепенно христианизующегося, христианизующейся Европы впоследствии станет полной сенсацией. Он был еще такой, как бы, император с претензией на Рим, то есть, мы знаем, что почти любая империя так или иначе отсылала к успеху Римской империи, чувствовала себя ее преемником во многих случаях. У Карла Великого это, несомненно, присутствовало. Дворцовая капелла, вот она, располагается в этой области, этой езиденции. То есть, мы видим, что архитектура крайне простая с внешней точки зрения. Вот эта вот форма здания, это, пожалуй, одна из самых сложных присутствующих в этой дворцовой езиденции, так как это, как правило, максимально упрощенные виды снаружи. Великолепные украшения с использованием драгоценных материалов, старых техник, которые были подвластны, ну, по старым представлениям только итальянцам, как, например, мозаики, то есть, это считается чисто итальянское, ну, на тот момент, итальянское, в смысле, региона, искусство. Считается, что именно эти мастера выводили техникой совершенства. И вот такой вот претендент довольно быстро сменяется эпоха рыцарства. Стоит сказать, что, когда мы говорим о Средневековье, мы, конечно, в первую очередь говорим о церкви и о ее влиянии, о ее вкладе в развитие культуры, потому что в архитектурном смысле в Средневековье есть две основные тенденции, это два основных стиля, так называемых больших стилей, то есть распространяющихся на все искусства. Это романский стиль и готический стиль, который впоследствии его сменит. И что один, что другой были продуктом монастырским. Они впоследствии получили довольно широкое распространение, но как бы импульсом вот этого зарождения идей светская архитектура не была. Она развивалась вот в таком смысле, это снова утилитарное значение, это как бы оградительное значение. Отсылающий нас к отдельному пласту мировой архитектуры, это замки, укрепления, военные поселения и тому подобное. Постепенно вот такая вот замковая культура и с рыцарством, с всем тем, что мы подразумеваем в целом по цене и ком, она начинает потихоньку редуцироваться, значение замка как военного укрепления снижается, оно превращается в более декоративный элемент, который служит некой такой декорацией жизнедеятельности живущих в нем людей. И любопытно, что средневековье особенно примечательно в светском своими декоративно- прикладным искусством постепенно в переходе от барварских королевств средневековья вырабатываются собственные традиции в украшении зданий, в украшении одежды, собственный церемониал, подходящий новым государствам. И такой церемониал, пышный, во многом торжественный, очень богато украшенный, мог соседствовать с технической точки зрения очень бедными условиями жизни, потому что такая архитектура не предполагает комфортного в ней пребывания. Она предполагает в первую очередь защиту, на нее направлено. То есть это тронный зал богато украшенный золотыми изделиями и самоцветными драгоценными камнями мог сменяться личными покоями правителей, где была по сути антисанитаия и все было довольно в этом смысле плачевно. Любопытный переход идет от средневековья к инессансу в этом смысле. И этот процесс можно очень кратенько, но довольно иллюстративно показать на примере Миланского герцогства. Просуществовало оно довольно недолго, там снились всего две династии, но при этом если мы вспомним, что поколение считается примерно с радиусом 25 лет, то есть 25 лет поколение прошло, считается уже следующее, то можем понять, что сменилось как минимум поколений 6-7 около того, ротация была довольно большая и на самом деле изменения произошли довольно забавные. Да, конечно. Давайте мы попробуем, я думаю, дело не в компьютере в проекте, потому что я, к сожалению, ничего обещать не могу. А может вы попробуйте просто ближе пересесть, я просто не знаю, чем вам помочь, кроме этого, потому что тут какая-то жуткая... Да, но если что, как бы я смогу выставить эту презентацию вместе с записью лекции, так что при ее интересе можете к ней вернуться, потому что там есть пара любопытных примеров, которые нужно долго смотреть, долго созерцать, они того заслуживают. Итак, Италия средневековая была таким собранием раздробленных маленьких территорий, которые враждовали между собой, в них были маленькие князья, правители, ну, везде было осталось, на самом деле, разное, но это просто общая картина, пару слов видения. И они так или иначе воевали между собой, они делили власть с переменным успехом, с помощью кондорсьеров эта ситуация могла эско измениться. Я вам уже говорю про Франческо Форцу, один из таких примеров довольно значимых. Ну, так или иначе, в конце 14 века в Милане возвышается семья Висконти, такая старая патрицианская семья с довольно обширными связями, с сильным влиянием. Она постепенно начинает усиливаться, возвышаться над остальными и в итоге захватывает власть. И от этой династии просуществовало, ну, было-то и правители, после чего сменилось на следующую династию. Первый представитель этой династии, это, кстати, ее герб, ну, точнее, это 50, это герб Миланского герцога, который 50 на 50 состоит из герба Священной Инской империи, которой Миланский герцог подчинялось, и от которой Висконти получили свой вообще титул миланских герцогов, и самого герба дома, представляющего собой змею, которая поедает человека. У семьи Висконти был свой родовой замок, однако он был не в Милане, и как бы как новым правителям Миланы им так или иначе нужна была своя резиденция, они ее построили, он назывался Костелло Висконти, то есть замок Висконти, о нем расскажу чуть позднее, это такой пример печального конца династии. Помимо этого, Джан Галиадзе, понимая необходимость статуса нового государства, он был очень намерен его поддерживать, укреплять, расширять, он строит семейную усыпальницу, это монастырь, который называется Чертоза Ди Павио, то есть картезианский монастырь, который находится в Павии. И он любопытен тем, не столько любопытен своей архитектурой, потому что при Джан Галиадзе он достроен был только до уровня цоколя, то есть применительно к его имени про архитектуру говорить не стоит, но он любопытен своей задумкой, своими амбициями, потому что он говорил о том, что семья Висконти имеет обширные связи во Франции, что она чуть ли не ставит себя наравне с герцогами бургундскими, которые на тот момент были самыми влиятельными и самыми богатыми во Франции, потому что по задумке, по плану и по размаху он отсылает именно к семейным сыпальницам этих герцогов бургундских уже во Франции. Это такой вот омаж, омаж, уже существующий на мировой арене политической силе. Однако так или иначе династии жители судя по тому, что мы знаем, не очень любили. Их рассматривали каких-то притеснителей, жестоких угнетателей. Но эпитетов было много, факт остается фактом, их династия погибла при восстании. Несколько лет нам оцелилась так называемая Амбразианская республика по имени святого, который городу покровится Святого Амбросия. И во время этого восстания видимо переполненные злобы люди, они просто пришли к замку Висконти в Милане и начисто его разрушили буквально под основание. Учитывая, что, скорее всего, разбирал замок простой люд и без должных технических ношеств, надо сказать, что энтузиазм видимо зашкаливал. Однако, так или иначе, Амбразианская республика на самом деле не состоялась, потому что этот период больше запомнился всем чайдой голода, мятежей, каких-то постоянных не кончающихся склок за власть. И уставшие от этого периода люди уже просто фактически обратились к Сфорце. тут на самом деле мне кажется ситуация больше как с Августом в войне, то ли его выбрали, то ли он сам пришел, но так или иначе власть он получил. И он приходит к власти, бывший наемник, который служил у семьи Висконте, очень удачно вышел замуж, женишись на дочери, Джангали Аца как раз. И придя к власти, он делает несколько очень точечных, продуманных и таких с расчетом наперед действий. Первое. Кто вообще такой Франческо Сфорце? Почему миланские жители должны признать его как своего правителя? Он представляет собой силу, в первую очередь. Само его имя Сфорце, это даже не родовое имя, это не его фамилия, грубо говоря, это его прозвище, которое он получил в ходе своих походов. Также он отождествляет собой возможность принести процветание, это его, грубо говоря, мы бы сейчас назвали это избирательной компанией, но это то, что он готов предложить. Да, это его позиционирование себя и своей власти, это важный еще момент. Силы процветания потом еще посмотрим, как это реализовывается на практике. Он поступает так же, как многие кондотеры до него и после него, он еще начинает усиливать историю со своей родословной. Как я говорила, этот герб останется за миланским герцогством и сфорца, как династия, возьмет этот герб в себе. То есть они себя позиционируют как преемственники Висконти, как чуть ли не их прямые потомки. При том, что настроения против Висконти были довольно негативные, он понимает, что ничто, кроме как опирания на традиции, не может стать его главным ядром, его власти, главным источником. И он дает своему сыну родовое имя семьи Висконти. Еще небольшая отсылка к повезущим традициям. Он восстанавливает замок Висконти, он понимает, что нужно создавать статус власти, она должна быть сильной, и никого не должно возникать сомнений в том, кто правит этим городом, этим гербством. И что он делает это хорошо? Он восстанавливает замок Сфорца с помощью Леонардо да Винчи, который помогал бы его проектировать. К сожалению, сейчас не дошло, там было несколько больше этих башенок, сейчас сохранились далеко не все. Но советую посмотреть его вблизи, это даст вам очень неплохое представление, откуда были, ну, как мы сейчас знаем, строители Кремля поехали к нам из Стали, в частности, из Милана, если быть точными. Очень похоже, на самом деле, если порассматривать. Однако этот замок принципиально отличается от того, что было в Средневековье. Вот его внутренний дворик, это нижняя левая картинка, это уже инессансная итальянская палаца в полном смысле своего слова, сделанная не для того, чтобы охранять, не для того, чтобы в нем прятались отосад. По большей части оно служило для отдыха, для размышлений и для демонстрации роскоши и силы династии. Сворцы был большим любителем, не был большим любителем искусств, но у него в коллекции тоже были любопытные шедевры, и они по итальянской традиции обычно выставлялись либо в внутренней двойке, либо в каких-то общих залах. Но, в общем, Сворцы был в этом смысле вполне иностранственным человеком. Он понимал, что это военизированное государство недолго не проживет, если не придать ему окрас мирного, стабильного и долгого существования. Он также затевает еще несколько проектов, в их числе о спидале Маджора. Это городская больница, первая на тот момент, с инновационной системой поддержания нужных санитарных условий, с прекрасным вот этим иностранственным фасадом. Крайне популярный проект, в своем именем назывались очень положительно, и построенный, точнее, спроектированный ломбардским архитектором. И также он еще строит банк Медичи, богатейшей фуентийской семьи, таким образом налаживает еще связи между герцогстами. Он еще был, помимо прочего, ярым сторонником союза итальянских герцогст, понимая, что в случае какой-то сторонней экспансии только это их может защитить, и только это может упрочнить ситуацию, стабилизировать в стране в целом. Не очень плавно, но все же переходим постепенно к новому времени, буквально по примеру по двум от ведущих государств, чтобы немножко обозначить границы этого развития, ну, в основном это, конечно, Европа все-таки. Новое время, то есть уже примерно 17-18 век, Англия потихоньку начинает искать свой национальный, свой самобытный путь, свою и презентацию, и способы ее. И одним из самых популярных таких способов получается готика. Этот период в Англии назван Gothic Revival, переводится как готическое возрождение, но возрождение в том смысле, что готику и анимировали и снова начали ей пользоваться. То есть то возрождение как-то инносанс, когда обращались к античности, это разные вещи. готика очень популярна была в Англии, особенно в 18-м, даже в 19-м веке, как мы видим тоже. И на самом деле она начала определять облик ведущих с политической точки зданий зданий Англии, Лондона и Англии в целом. Так, Вестминстерский двоец до пожара мы видим выглядел вполне себе по-готически с этими с особой системой украшения верхней части крыш, с вот этим вертикальным ориентиром в центре. Вообще вертикаль большое значение в готике имеет. Многие из английских таких вот важных памятников они строились гигантское количество лет. Вот тоже Вестминстерское аббатство строилось на протяжении нескольких веков. и поэтому сложно говорить чисто какой-то черте нового имени кроме того, что они в готики обращаются очень часто вообще любят ее и по сути делают ее своей национальной архитектурной традицией. Мы даже живем во Франции сразу говорю что Франция это такой камертон 18 века нового имени вообще 18 века в особенности будет крайне популярно. Франция отличалась от Англии если англичане с конца 17 века уже пришли к парламентской конституционной монархии к тому что министры начинают играть главную роль в государстве а сам государь как они сами выражаются царствуют но не правят и они по сути этим гордились и в каком-то смысле они противопоставляли себя роскоши этой чрезмерной помпезности любви к Таимониалу к пышному очень пышному какой был во Франции здесь же все будет в определенный момент все станет чрезмерно пока что мы видим 18 век это они тоже ищут свои способы свои универсальные правила игры презентации власти и так далее особое значение имеет система королевской резиденции с очень продуманной структурой парка вокруг с определенной системой видов очень симметричная планировка зданий это очень важно ядро как правило могло быть ну к примеру это не про волевиконт но к примеру ядром мог стать некий зал Аполлона вокруг которого ситуация больше на самом деле кверсалю то есть сейчас про зал Аполлона так вот ядром программы то есть смысловой программы оформление дворца становилось например зал Аполлона вокруг которого разворачивались залы каждый из них представлял некую часть истории был очень четко регламентирован и занимал свое определенное место в презентации статуса волевиконт это очень важный памятник этого времени потому что Версаль и в принципе все королевские резиденции Франции они будут базироваться на тех принципах которые заложил волевиконт ну в смысле заложили архитектор волевиконт и к примеру мы видим внутреннее убранство вот этого овального зала который тоже станет очень важной чертой французских резиденций которые ну вот вы видите его на плане восемнадцатый век все как я уже говорила становится в какой-то момент чрезмерно эта система начинает немножечко чувствовать себя как-то очень тесно очень как сказать замкнуто в своем мире вот этих вот правил и начинается эта избыточность эта избыточность начинается в первую очередь в украшении в чрезмерном использовании золота в перенасыщенности вообще композиции такими вот вещами параллельно с ней появляется еще одна тенденция к такой классичной простоте обращения к античности как к неизменному идеалу к проверенному времени такому прямому строгому понятному идеалу опять же привела для сравнения еще резиденцию вюртспургских правителей 17 века как воля виконт дело в том что мне хотелось показать вам вообще как дела в Германии обстояли в этот момент в германских землях но как бы отмечу здесь например вюртспургской резиденции что они очень тесно взаимодействовали с Францией им очень нравилось барокко рукоко особенно в саксонских землях рукоко станет главной вообще тенденцией они ориентировались опять же на те принципы которые изложил так или иначе Валевиконт опять же мансардная крыша вот с этой ну здесь правда очень небольшой но все-таки с подъемом вот этот вот подъем я про него говорю симметричный план овальный зал как необходимое какое некое ядро этого ансамбля и очень часто у них еще появляются эти французские окна с полукруглыми завершениями в общем как я говорила Франция действительно будет определяющей в эту эпоху не могла не сказать конечно пару слов о России и на самом деле здесь мы потихоньку начнем переходить к ситуации в России отдельно потому что я хотела все-таки с вами поговорить больше именно об этом не перегружать гигантским количеством всех мировых памятей все-таки создать какой-то иллюстративный яд потихонечку плавно перейти к России мне кажется 18 век один из лучших этапов захода на этот разговор тот период тот период когда Россия начинает очень пристально смотреть на европейские тенденции понимая что ей придется не то что придется она как бы желала вступить в этот на политическую арену на равных с европейскими государствами и при этом необходимым условием будет поддержание статуса его выработка опять же тех же самых правил узнаваемых читаемых и тому подобное вот это на этой фотографии на самом деле видно что Франция не только на Германию сильно велела такая система такая тяга к загородным королевским резиденциям в этом ситуации императорской была очень популярна с этой же системой сложного паркового ансамбля и так далее и стоит сказать что первое время Россия присматривалась к этим тенденциям и использовала западные не только западные техники западные какие-то образцы или что-то подобное но как мы знаем все это происходило с помощью иностранных архитекторов уже постепенно вот Адмиралтейство тому пример постепенно начинает на рынок входить уже на рынок на равные с иностранными мастерами работать и русские однако первые образцы все-таки базируются и сделанные и сделанные по проектам иностранных мастеров еще один момент который я хотела отметить дело в том что дело в том что Россию в 18 веке нужен был такой ну в каком-то смысле универсальный пример авторитет который как бы был бы просто понятен который был бы перевоим скажем так первое к чему она вращается это классицизм начинается в дальнейшем собственные наработки собственные поиски однако классицизм являлся такой очень неплохой стадии вхождения в эту мировую историю архитектуры поэтому нужно сказать что классицизм он базируется во многом отсылает во многом к античной традиции и в отличие от западных государств Россия получала представление об античной традиции по сути через третьи руки то есть это античные образцы на которые опиралась европейское государство не знаю Франция Италия Италия в смысле современные итальянские мастера или Франция или какое-то другое государство и вот уже оттуда они постихоньку переходили в Россию и вот эта ситуация с третьими руками постепенно начнет решаться за счет собственной академии художеств собственных мастеров которые могли обучаться за границей но вот на первых порах это был довольно долгий процесс и не очень слитный уже в конце 18 в начале 19 века Россия находится на мировой арене с архитектурной точки зрения вполне на равных с другими странами к концу 19 века ну 18 точнее 19 век вообще станет таким определяющим для русской культуры и для архитектуры в частности так многие русские архитекторы начнут начнут представлять свои проекты которые уже будут влиять на иностранные то есть ситуация полностью переменится буквально за век два Россия приняла впитала переработала и как-то можно сказать пришла к какому-то мнению по поводу вот этих вот всех тендентов идей и тому подобное по тевожность долгому 19 веку мы знаем будет короткий 20 на всякий случай скажу что коротким его называют потому что в идейном смысле к нему относятся период после окончания первой мировой войны до конца 20 века потому что в первую половину 20 века в первую начало 20 века модернистки во многом имперские идеи были еще очень-очень живы и не было вот этого перехода на следующую ступень которая случится после трагических событий первой мировой чтобы понять то какая архитектурная традиция была в перетесте в начале СССР после появления СССР как вообще происходил ее первый этап мне кажется довольно любопытно посмотреть на всемирную выставку 1937 года она проходила в Париже всемирной выставке довольно популярные в 20 веке особенно события на которых страны представляли свои достижения показывали себя скажем так и знакомились с ведущими тенденциями других государств и выставка 1937 она во многом еще выставка скажем так старого мира модернистские традиции еще не не авангардные старые вот это видение материалов потому что почти все павильоны не только павильон Германии и не только павильон СССР изобиловали всеми этими разными материалами которые становились частью этого образа ну она во многом была еще такая выставка старого мира хотя конечно мы видим довольно большое изменение по сравнению с предыдущими эпохами но более явным она станет уже следующий период вот в начале в первый период условно период архитектуры в СССР ведущими будут два направления так называемый традиционализм и консультизм вот традиционализм это то про что я говорила вот павильон СССР на всемирной выставке то как он решен то какие материалы в нем использованы как построена форма ну как построена форма на самом деле вполне себе инновационна а вот материалы понимание пластики оно ближе все-таки вот к таким образцам чем конструктивистским и вот эта борьба она продолжаться будет довольно долгое время на самом деле это старая добрая всем нам известная борьба старого и нового которая будет так или иначе продолжаться весь век с переменным успехом и из которой из одной из них вырастет так или иначе сталинский ампир из другой другая преобразуется в другая преобразуется в инновационные проекты но они будут больше значения иметь не в государственном смысле государство все-таки будет довольно консервативно в этом смысле и вот на смену таких конструктивистских поисков на еду с какими-то такими примерами вполне себе модерна вырабатывается постепенно чисто государственный язык архитектуры и он больше вот такой он более брутальный действительно брутализм это одно из первого что приходит в голову в таком смысле когда смотришь на мозоли Ленина такая в особенности более массивный более эффектный несомненно более эффектный но при этом однозначный вот это была на самом деле одна из главных паритетных задач советской власти в первую вот половину века точно это создать вот такие вот однозначные образы которые были бы понятны и считывались бы определенным образом не могу я не привести комплекс зданий на Убянке потому что это такой очень любопытный пример того как все эти здания понимание архитектуры в целом развивалось через века верхняя фотография это здание всем нам вполне известно но это здание построено было в конце 19 века совершенно не для нужд госорганов это было здание страхового общества которое потом уже перешло в видение ну как бы перешло в видение ВЧК а потом уже в КГБ и КГБ постепенно становилось тесно в этом здании поэтому с его обратной стороны то есть вот кусочек виден этого здания был пристроен новый корпус для новых нужд и он уже решен в более конструктивистском понимании это даже по датам вполне подходит потому что да там 20-е и 30-е это конструктивизм в его полном смысле и уже ближе к 80-м этот язык монументальный эффектный и очень брутальный усиливается до такой степени что проходящими мимо этого здания людям становится действительно не по себе потому что чисто случайно я увидела зеленую машину на переднем плане поняла что фото не черно-белое однако впечатление от материалов и от того какими объемами оперирует эта архитектура оно внушительное и вот такого рода архитектура будет в внутренних госорганах чисто по моим наблюдениям хотя бы ориентированное на внешнее восприятие архитектура будет выглядеть больше как сталинские высотки пожалуй но я еще об этом поговорю пара примеров того как его государственные здания бытовали вообще в течение 20 века можно посмотреть на примере этих двух зданий одно из них построено архитектором который был яром приверженцем традиционализма второй из них уже построено в самом конце века однако оба они оба ориентированы на восприятие из центра города большим количеством зрителей не обязательно граждан СССР то есть это могли быть какие-нибудь иностранные например зрители в смысле делегации иногда туристы в редких случаях оно все-таки более легкое более более классическое да конечно я вас поняла да это вполне возможная теория простите очень любопытное замечание но это на самом деле же больше по идее относится вписывание здания в образ города ну то есть сейчас секунду проедет рактор но это больше относится на мой взгляд к тому как здание вписывалось в окружающую местность в окружающую панораму ну да действительно очень любопытно и с нашей точки зрения это сравнение оно любопытно в том смысле что я отметила что оно классическое и легкое но не навязчивое и если принимать во внимание то о чем вы говорили такой этот взгляд становится даже более пожалуй очевиден действительно так разница того как подходит к архитектуре да к их либо внешних государственных органов внутренних государственных органов на этих фотографиях вполне очевидна сталинские высотки очень любопытный пример ну так называем сталинские высотки очень любопытный пример того как появилось вот этого сталинского ампира если вдуматься в это название то есть ампира это имперский стиль в своем смысле то есть архитектура СССР в какой-то момент начинает говорить архитектурам империи а как я вам уже говорила любая империя так или иначе считает своим чуть ли недолгом сослаться, по крайней мере, по амбициям Крымской империи, каким-то античным примером. Советская архитектура вполне органичный тому пример. Здесь, пожалуй, не очень видно, но если вы походите немножечко по ВДНХ и посмотрите на то, как классические ордеры становятся советскими ордерами, довольно любопытная картина. При оставлении конструктивной части все декоративные заменены на современные и понятные зрителю символы. То, что в античной традиции будет называться, называлось точнее, теиглифами и метопами, это такие вот маленькие, ну вот чисто напрямую такую архитектуру, попробую вам показать, это когда над колоннами вот в этой части какой-нибудь античный памятник, посмотрите, здесь их нет, они просто здесь располагаются, идет такое чередование квадратных и круглых орнаментов. Ну, это происходило из-за того, что изначально были храмы деревянные, потом они перестраивались в камни, и какие-то особенности чисто деревянного строительства оставались. Но это необходимый компонент, к примеру, одного из ордеров классических. В советской войне теиглифами топный вот этот вот фриз заменяется на чередование советских звезд в каком-нибудь, например, круглом медальоне, и какие-нибудь колосочки, к примеру, пшеницу или чего-то в этом духе, которые, значит, выполняют традицию такого декоративного напоминания о процветании. Вообще, вот этот вот культ процветания, правда, он будет больше актуален в общественном смысле, в общественном пространстве, в метро, в каких-то парковых зонах. Это постоянное будет декорирование. А вот политически ориентированная архитектура, она будет больше вот отсылаться к такому имперскому размаху, к имперскому масштабу, к имперской роскоши во многом и тому подобное. Вот это будет существовать вот с такими вот прекрасными зданиями. Ну, извините, что это не совсем так, потому что вот эти высотки, они все-таки не олимпийские, а олимпийские, а олимпийские. То есть, что это не просто на то, что это такое помпезное сооружение властное, а это еще и как бы техническое соревнование с американцами, то есть такая вот высокотехнологическая архитектура, высотки с сетями, ну, больше не знаю. Ну, дело в том, что, да, я поняла, о чем вы говорите. С одной стороны, это так, я на самом деле не совсем правильно поставила слайд, я на самом деле об Омпии хотела поговорить на другом. Да, это действительно здесь больше об Ордеко, удобнее, более удобно об Ордеко говорить, но о сталинском Омпии не будем забывать. Я просто поняла в какой-то момент, что я не вставила нужные... Да, да, да. И напоследок, вполне известные нам виды, третий дом Министерства обороны, который находится на Набережной, и Сенатский дворец, соответственно, так и стеной, ну, Костяна Кремля. В какой-то момент, в определенный момент, даже лучше так сказать, государственная архитектура становится больше ориентированной на новое время. И сейчас это более очевидно, к сожалению или к счастью, внутренне в убранстве, потому что, ну, всего чисто финансовых, технических обстоятельств, многие нынешние госструктуры находятся в тех же зданиях, в которых находились в советское время, то есть они были выработаны для другого языка. Однако, вот хотя бы на примере Сенатского дворца, этого какое-то все организованное выглядит внутри, можно говорить о том, каким языком на самом деле современная власть хочет говорить. Потому что при всей этой строгости, суровости вот этих вот зданий госорганов, которые я показывала, при всем этом многообразии архитектурных языков, по большей части государство все же сейчас... Ну, это то, по сути, что люди видят из этих зданий, смотря в телевизор, потому что доступ во многие из них почти во все ограничен или запрещен, и это то, как мы видим, как функционирует власть, где она находится, как она там работает, ну и тому подобное. Большой, точнее, Сенатский дворец, вот этот вот андеевский зал, который был как раз на заставке к лекции, это такая кульминация вот этого языка на самом деле. В сочетании с такими вот залами, лаконичными, простыми, довольно классическими, да, вот такие вот канделябры, которые, вероятно, исполняют свою функцию, часы на каминной полке. Это очень классический в своем смысле язык, он довольно консервативен. Даже не довольно, но очень консервативен. Ну, единственная, так скажем, поблажка в архитектурном смысле, это вот внутреннее убранство... Это внутреннее убранство Госдумы, или вот, как пример, фотография заседания Советской Федерации. И вот такой вот классичный язык, он, если мы посмотрим внутреннее убранство правительств других стран, он больше всего похож на то, что происходит во Франции. Потому что Англия, продолжая свой, еще с 17 века начавшийся вот этот вот процесс тяги, процесс появления гордости, национальной во многом гордости за свой строй, она очень простая. На самом деле, у них большая часть убранства, это деревянные обшитые панели, строгие, сдержанные цвета, у них нет такого обилия позолоты, даже близко. Мы понимаем, что во многом это, конечно, условия тех зданий, в которых проводятся эти заседания, но так или иначе, она позволяет нам кое-что говорить об этой власти, о том, каким языком она хочет с нами говорить, и, к сожалению, о том языке, с которым она с нами говорит, исходя из того, что мы, как жители или посетители города, видим вокруг себя. Еще напоследок стоит сказать, что я говорю, что во внутреннем убранстве это больше всего похоже на то, что происходит во Франции в своеменной, поэтому во внешнем, в Экстереи, это такой иллюстративный памятник, иллюстративный аят памятников мировой архитектуры, но с довольно большим уклоном, на самом деле, в итальянскую архитектуру Айнесанса, вот то, о чем мы говорили с вами, то, о чем мы говорили до начала лекции, что облик города, особенно в центре, во многом продиктован вот этим вот стилем итальянских палацций, итальянских дворцов, которых я вам показывала, вот такого вида, ну, с вояциями. И такой стиль в центре города будет особенно виден, заметен, поэтому вот архитектура власти, вот такое вот широкое разнообразие, многообразие форм и традиций, которым она отсылает, имеет. Да, еще напоследок скажу, пока еще не спасибо за внимание, а напоследок еще скажу, что получается, что как бы хочет с нами власть говорить вот языком вот этой вот, ну, как бы парламентской, президентской республики, довольно либерально настроенной, при этом с пониманием своего национального наследия, опыта предыдущих эпох, но говорить с нами все еще путем и с помощью советского языка. Это брутализм, да, и так далее. То, о чем мы говорили. А вот теперь спасибо за внимание.